Приветствую вас, Елена, не совсем понятен ваш вопрос, честно говоря, что это не совсем понятно, что именно вы хотите спросить у психологов, вот, потому что как-то вы здесь всего навалили в кучу, вот, ну и давайте попробуем на забаву. Итак, мне двадцать восемь лет, пишите вы, у меня уже нет такого желания познавать мир, быть современным, пробовать что-то, как это было двадцать шесть. Ну, во-первых, желание познавать мир и быть современным, и всякое такое, никак не зависит от возраста, если вы не знали возраст, здесь, вообще-то говоря, совершенно не причём. Зато, куда более важно то, как вы воспринимаете себя и окружающий мир, насколько вам интересно, к примеру, насколько вам интересно, к примеру, вы сами, то, что вы делаете, и насколько чётко прописана у вас система ваших ценностей. Вот, что вызывает у меня лично большие сомнений, так это ваши ценностей, ваша система ценностей и ориентиры жизни, которых вы придерживаетесь, и которые позволяют вам двигаться, ну, в определённом, скажем так, ключе по жизни. И здесь я склонен думать, что вы, к сожалению, скорее подавляете свои счастливые желания, нежели чем позволяете им быть такими, какие они сидели. Если это действительно так, то есть если я прав, если я прав, то вам в первую очередь нужно думать именно об этом, о том, что вы выбираете мужчину старше себя, совершенно не просто так, а потому что, потому что действительно чувствуете себя, как бы, старше своих лет. Человек, который стал чувствовать себя старше своих лет, как бы, как правило, занимается исключительно тем, что подавляет свои собственные чувства и эмоции. из-за чего, и возникает то самое ощущение, что ничего уже не хочется, как бы, жизнь прошла и всё такое. Поэтому здесь, в первую очередь нужно смотреть на то, как вы относитесь к своим чувствам, насколько вы к ним прислушивайтесь, насколько вы их цените, потому что, на мой взгляд, то, что вы делаете, вы обесцениваете, как раз таки свои собственные переживания. Свои собственные эмоции, свои собственные чувства, вы обесцениваете. Ну, я уверен, что вам частенько бывает скучно, вот, я уверен, что частенько вы не знаете, чем себя занять. Вот. Вот. То есть, это вот, как раз таки обесценивание своих собственных эмоций, своих собственных переживаний, своих собственных интенсов. На языке транзактного анализа, это значит, что вы подавляете своего внутреннего ребёнка. И, как вы, наверное, понимаете, хорошего в этом абсолютно нет. Ничего, ничего нет хорошего, и ничего не может быть из этого хорошего, в принципе. Но этим, как я и сказал, этим нужно заниматься, то есть, необходимо заниматься своим состоянием. Вот. Дальше. Вы склонны сравнивать себя с другими людьми, с другими девушками. Вот. И не совсем понятно, как вы выстраиваете отношения со своими мужчинами. То есть, почему вы, например, тяготеете к мужчинам постарше. Опять же, связано с тем, что с ними вы можете быть в большей степени ребёнком, чем с мужчинами, которые ваши ровесники. Но проблема заключается в том, что обесценивание вашего внутреннего ребёнка продолжается и в отношениях тоже. Именно поэтому мужчина, который в начале отношений был как бы догоняющим, сейчас вас опередил. А вы уже, в свою очередь, стали напротив той, кто догоняет, ну точнее, догонять не хочет. Скорее шаг, наверное, было бы правильно сказать, да? Вот. Вот и всё. То есть, если вы много думаете, если вы много обесцениваете, то чувства ваши постепенно уходят. Потому что любая мыслительная деятельность приводит к обесцениванию практически любых эмоциональных проявлений. Ну, правда, потому что так работает интеллект. Соответственно, у вас здесь нарушена приоритет. В смысле того, чтобы использовать интеллект для умелого и успешного выражения своих чувств, вы используете интеллект для подавления, для противопоставления своим эмоциям. что, естественно, на пользу вам не идёт тоже. Вот, соответственно, это одна из основных и главных причин вашего такого вот негативного состояния. Более того, хотелось бы отдельным пунктом затронуть тему того, для чего вам, ну, собственно говоря, вообще мужчина нужен. Да, зачем вам мужчина? Что вы пытаетесь, ну, что вы пытаетесь получить через, ну, мужчину? Что вы пытаетесь, что вы пытаетесь добиться, что вам нынело, условно говоря, от мужчины? На мой взгляд, это очень важный момент, потому что, ну, потому что он влияет на то, как вы позиционируете себя в отношениях. Вот, ну, на мой взгляд, это уже очень важно, на мой взгляд, то, как вы позиционируете себя в отношениях, мужчинах. Вот, ну, на мой взгляд, что здесь вы нацелены больше на то, чтобы брать мужчину, а не отдавать. В свою очередь, это может существенно отложнять вашу жизнь в плане формирования своего поведения, в плане формирования своих элементов образа по отношению мужчиня, то есть гемберный образ, гемберная модель поведения. Из-за этого могут отношения с мужчинами, в свою очередь, не складываться от слова совсем. Вот, поэтому, ну, это, это также я рекомендую вам обратить свое пристальное внимание, потому что это также достаточно важно. Так, сейчас мы направлены только в сторону, как, сколько накапить, а почему вас волнует, почему вас волнует тема денег. То есть, понятно, что деньги нужны всем, это понятно. Но, что изменилось, что теперь вы думаете, вот, только о том, как накапить, накапить, для чего. То есть, есть подавление, что вы, вероятно, ну, не совсем, скажем так, в безопасности себя чувствуете. Есть такое подавление. То есть, деньгами, деньгами вы пытаетесь защититься, поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь. Вот. Но если вы пытаетесь деньгами защититься, то, что-то вам угрожает. Ну, ну, по вашему мнению, соответственно, было бы очень здорово, если бы вы определили бы, что именно и конкретно вам угрожает, что именно и конкретно. является источником вашей тревожности. И почему? Вот. Это очень важный момент, на который вам необходимо обратить свое самое пристальное, на мой взгляд, внимание. на мой взгляд. Вот. Примерно такой ответ я могу вам дать с точки зрения, опять же, профессиональной психотерапии, с точки зрения психологии. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его отынку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До встречи с друзьями! Продолжение следует...